В Академии такая проблема. Диалог получился достаточно разным. Защитить права не получится. Довный отечественного отчета. Наши спортсмены также опередили соберут. Как не бескорыстно помогает самым маленьким пациентам. Вот, извините, что это наиболее. Там совершенно неудобно. Зачем неудобно. У вас есть, что это было. Обвиняемого в изнасиловании девушки посадили в СИЗО. Такая мера пресечения была избрана для 52-летнего жителя Гусь-Хрустального. Ранее его задержали по подозрению в изнасиловании 26-летней девушки. Возраст потерпевшей нам сообщил источник в правоохранительных органах. Преступление против половой неприкосновенности произошло 3 ноября. Предполагаемого насильника задержали спустя через 5 дней. Теперь ему придется ответить по закону. По уголовному делу о совершении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности женщины в городе Гусь-Хрустальном задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя регионального следственного управления в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, на потерпевшую напал незнакомый мужчина недалеко от музея Хрусталя. От возможной гибели девушку спас ее друг. В момент нападения она обронила мобильный телефон. Случайная прохожая подобрала гаджет и выложила информацию в социальные сети. Молодой человек увидел объявление в паблике и отправился в сквер, чтобы встретить подругу. Появление парня напугало злодея и он обратился в бегство. Обвиняемому грозит 6 лет колонии. Преступлению поспособствовало отсутствие освещения на улице. Установила следствие и направила представление в адрес местных властей. Теперь фонари зажгли. После падения подростка в коммунальную траншею возбуждено уголовное дело. Печальная история произошла месяц назад в Кольчугино. 15-летний подросток катался на велосипеде и провалился в котлован, который вырыли коммунальщики. Как пояснили в прокуратуре, на месте ЧП московская компания ООО «Модульфлекс» проводила строительно-монтажные работы. Происшествие случилось около дома номер 20 на улице 50 лет Октября. Дело о нарушении правил безопасности при проведении работ завел региональный следком. Часть вырытой траншеи в нарушении обязательных требований ограждена не была. В результате несовершеннолетний местный житель, передвигаясь на велосипеде в вечернее время по тротуару, упал в траншею и получил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред его здоровью. Подросток получил двойной перелом левой ноги. Его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. На данный момент следователи опрашивают работников фирмы и свидетелей происшествия. Лица, которые нарушили правила безопасности, устанавливаются. Им грозит до трех лет лишения свободы. Компании ООО «Модульфлекс» прокуратура вынесла представление. В селе Суходол у пешеходного перехода, где сбили двух подростков, появилась мачта временного освещения. Свет появился спустя почти неделю после происшествия. Напомним, 25 октября на неосвещенной зебре иномарка сбила 14-летнего мальчика и 16-летнюю девочку. Дети чудом выжили, но серьезно пострадали. Потребовалась операция. К слову, еще до аварии жители села Суходол отправляли обращение по поводу освещения трассы Владимир-Суздаль в различные инстанции. Однако их просьбы остались без должного внимания. Так почему же нельзя было на время ремонта дороги позаботиться о безопасности жителей и организовать временное освещение опасных участков трассы? Этот вопрос мы адресовали балансосодержателю и заказчику работ. В официальном ответе на наш запрос дорожная организация заявила, что раз работы на участке Р-132 «Золотое кольцо» не завершены, то и даже временного освещения организовать невозможно. В проектной документации предусмотрено светофорное регулирование и наружное освещение у населенного пункта Суходол, в том числе пешеходного перехода. Работа по его устройству находится в завершающей стадии. При этом на текущий момент не выделена точка подключения к электросетям со стороны энергоснабжающей организации ПАО «Россети». В этой связи организовать работу освещения даже по временной схеме не предоставляется возможным. После выполнения вышеуказанных работ данный участок будет освещен. Удивительно, но освещение каким-то чудом все же появилось у пешеходного перехода. Спустя два дня после выхода репортажа 6-го канала об аварии в эфир около остановки Суходол местные жители зафиксировали на камеру неожиданное появление мачты временного освещения. Правда, лишь на одной стороне дороги. Итак, на камере у нас 31 октября 2024 года в село Суходол в пешеходный переход установили мачту временного освещения, которую я просил установить до этого. Но, как говорится, пока гром не грянет, никто не перекрестится. Как же мачта временного освещения все же появилась у пешеходного перехода села Суходол, если ее установка не предоставлялась возможной? Этот вопрос мы задали напрямую энергоснабжающей организации «Пауэро Сети». Однако оперативно нам ответить не смогли. Тот злополучный вечер обернулся для двух детей большими проблемами для здоровья. 16-летняя Рай сильно ушиблась лицом. Также пострадала левая нога. Девочка перенесла две операции. Как рассказал нам ее отец, состояние дочери стабильное, однако ходить она пока еще не в силах и остается в больнице. Что касается мальчика, то сегодня 14-летний Данил вернулся домой. Он в гипсе, у него оказывается перелом ноги в двух местах. На дом на обучение у нас будет. Вот операцию ему, когда во вторник сделали. Сегодня, считай, вот выписали его. Ему две спицы в кости вставили. И он хотя бы может на костылях ходить. В ГАИ по факту аварии заводили административное дело. О ходе расследования нам оперативно сказать не смогли. Со слов родителей пострадавших, сотрудники ГАИ подготавливают бумаги для суда. Водитель взял адвокацию. Адвокация делает так, чтобы он не будет давать. Сейчас для них готовят документы, они будут передавать в суд. Следующий орган уже оттуда будет судебный заводитель. Автоюрист рекомендует родителям детей пострадавших в ДТП оформить специальную выплату, чтобы получить страховое возмещение. Все пострадавшие в ДТП, это пешеходы, пассажиры или невиновные водители, имеют право на получение страхового возмещения. Размер его составляет до 500 тысяч рублей. Выплату производит либо страховая компания виновника, в случае, если он был застрахован по полюсу ОСАГО, либо Российский союз автостраховщиков. В случае с пострадавшими детьми, выплату получат их родители. С водителем родители подростков намерены судиться. Детям же теперь, по прогнозам врачей, предстоит проходить длительную реабилитацию, чтобы полностью встать на ноги. Надежда Архипова, Шестой канал. Заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова провела встречу с депутатами законодательного собрания области на тему создания образовательных центров. В последнее время это одна из самых актуальных тем сферы образования города Владимира. Елена Запруднова рассказала депутатам, что главная цель реформы — создание единого подхода к обучению и воспитанию, а также повышение качества образования в городе. Каждый ребенок, вне зависимости от того, где он проживает, получил доступное, качественное образование. Замглавы администрации ознакомила депутатов с проектом и объяснила все ключевые моменты реформы. Члены областного парламента убеждены, что инициатива по созданию образовательных центров станет результативной, если объединить усилия городских властей, депутатов местного совета и законодательного собрания, общественников, педагогического и родительского сообществ. По совместной инициативе депутатов законодательного собрания и руководства города прошла встреча у заместителя главы администрации города Владимира для того, чтобы прояснить и ответить на вопрос. Понимаем, что любая реформа не проходит гладко. И здесь мы должны приложить совместные усилия. В рамках рабочего совещания были затронуты важные вопросы. Один из них – о льготных пенсиях для педагогов. У педагогов возникают вопросы, которые касаются льготной пенсии. Все дело в том, что юридическое лицо – это все равно остается образовательная организация. Да, она будет немного по-другому называться уже образовательный центр. Но все, что касается льготных пенсий для педагогов, все это сохраняется. Вопрос о сохранении льготных пенсий уже согласован с Фондом социального страхования. Учителя педагогический стаж не потеряют, подчеркивают в администрации. Встречи руководства Владимира и Городского управления образованием молодежной политики с родительскими и педагогическими составами школ продолжаются. Всего прошло 21 такое собрание. В официальной группе управления образованием молодежной политики на сайтах школ и детских садов размещена информация на актуальные темы, которые могут волновать педагогов и родителей. Также работает горячая линия по телефону 32 29 90. Министр МВД России Владимир Колокольцев чествует многодетную семью из Камешковского района Виктора и Юлию Тарасовых. Им вручают почетные грамоты и семейный сертификат на санаторно-курортный отдых. Повод весомый день сотрудников органов внутренних дел. Встреча приурочена к году семьи. Тарасовы потомственные полицейские. Владимир Оперуполномоченный уголовного розыска. Юлия юрисконсульт правового направления. Служба России в системе внутренних дел особая честь, говорят супруги. Они вместе 13 лет. Семья воспитывает четверых детей и ждет рождения пятого. Отрадно, что все вы дорожите исконными семейными ценностями. Понимаете ключевую роль семьи в личностном становлении, формировании мировоззрения ребенка. Несмотря на большую загруженность и ненормированный рабочий день, собственным примером учите сыновей и дочерей честности, трудолюбию, уважению к закону и неравнодушию ближнему. Беседа проходит в формате видеосвязи. Приглашены 28 семейных пар со всей страны. Все защищают правопорядок и поднимают детей. В залах только многодетные семьи. Ребята приглашены вместе с родителями. Их 80 человек. Кто-то из них собирается продолжить полицейскую династию. Для этого есть все возможности, отметил Владимир Колокольцев. Под ведомством министерства пять суворовских военных училищ. В Астрахани, Грозном, Елабуге, Санкт-Петербурге и Чите. На базе МВД работают санаторно-курортные организации и детские лагеря. В качестве благодарности за службу полицейские семьи получили сертификаты на отдых и бытовую технику.